Город финансовых знаний. Цикл познавательных лекций и интерактивных занятий для взрослых и детей из малых городов и районных центров Нижегородской области. Проект Волговятского главного управления Банка России направлен на повышение уровня финансовой грамотности нижегородцев всех возрастов. Проект уже побывал в нескольких населенных пунктах региона. Теперь город финансовых знаний приехал в Саров. Все проекты, то, что направлено на развитие финансовой культуры, на продвижение, углубление знаний в сферу финансовых продуктов и про то, как противостоять рискам мошенничества, вот это наша главная задача, главная задача проекта. Мероприятие началось с открытия выставки Банка России «Петра Творения», посвященной 350-летию со дня рождения первого всероссийского императора. Экспозиция представила гостям серию специальных монет с вехами Петровского периода. В актовом зале перед участниками встречи выступили руководство города, представители Центробанка, Волговятского главного управления Банка России, Министерство финансов Нижегородской области. Сегодня я как раз хотела бы подробно вам немножко рассказать про свою работу, как важно именно быть не только финансово грамотным в личном своем бюджете, но почему нам важно быть грамотными в государственных финансах, как эта взаимосвязь происходит и как мы, граждане, как вы уже сейчас можете непосредственно своим участием влиять на распределение бюджетных средств. В молодежном центре для старшеклассников и студентов специалисты подготовили квиз и интеллектуальные игры по финансовому просвещению. Для младших школьников прошла викторина «Нескучное деньговедение». В этот же день для людей серебряного возраста состоялся лекторий о банковских картах, наличных деньгах и о том, как противостоять мошенникам. К урокам финансовых знаний присоединились и саровские представители малого и среднего бизнеса в Центре поддержки предпринимательства. С той скоростью, с которой сейчас развиваются технологии, финансовые технологии, информационные технологии, мы понимаем, что мы не можем оставаться на месте, наша задача идти вперед. У нас большой пласт молодежи, которая должна получить все необходимые знания для того, чтобы получить свои преимущества в будущем, чтобы быть конкурентными на рынке труда, быть конкурентными просто в жизни. Поэтому я считаю, что и Центробанк России, и Министерство финансов Нижегородской области делают очень нужную для нас работу. После мероприятия Волговятское главное управление Банка России совместно с администрацией Сарова провели круглый стол. Проект «Город финансовых знаний» реализуется при поддержке правительства Нижегородской области. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.